Я хочу рассказать немного о задаче кластеризации, которая на самом деле уходит корнями в древнюю человеческую историю. Это задача типичная вообще в анализе данных, в поработке информации, когда у нас есть много-много разных данных, и по каким-то признакам эти данные надо разбить на несколько групп. Эти группы называются кластерами, и эта задача в последнее время приобрела очень важное значение в связи с валом или бумом больших данных, когда данных стало немыслимое количество, и когда их надо каким-то образом структурировать. Вот эта задача возникла, и сейчас большое число ученых и инженеров занимается этой задачей. Какова главная сложность в этой задаче? Сложность в том, что никто не знает, что такое кластер, никто не знает, что такое однородная группа. Нет ни одного определения, которые бы универсальным образом покрывало бы все варианты, опции и разумные построения этих групп или кластеров. С другой стороны, если человеческому глазу дать облако точек, например, на плоскости, то глаз обладает каким-то таким свойством эти кластеры выхватывать. И вот один из челленджей, то есть одна из самых актуальных постановок задач сейчас, как понять принцип, по которому глаз строит эти группы, и как этот принцип распространить на объекты более сложной структуры, не только двумерные точки или трехмерные точки, а как это сделать в ситуациях, когда на данные нельзя посмотреть. То, чем мы занимаемся, тот метод, который мы пытаемся разработать, он делает шаг в этом направлении. Идея этого метода — сказать, что кластер — это не просто однородная группа точек, а это группа точек такая, что внутри этого кластера нету разрыва, который по-английски называется gap. И, собственно, метод, которым мы строим эти кластеры, мы берем из каждой точки растим такой кластер и смотрим, если у нас два маленьких кластера вошли в соприкосновение, и между ними нету разрыва, то мы их соединяем в один. Иначе это остается два разных кластера. И оказывается, что в итоге этот метод выдает в тех примерах, когда это можно на это посмотреть, примерно то же самое, что выдает человеческий глаз. И это, я считаю, важным шагом в понимании того, и как работает человеческий интеллект, и как эту задачу можно решать в достаточно сложной ситуации. Первое, что надо понять, что цвет не имеет никакого значения в этом вопросе. То есть это просто точки, в данном случае на плоскости, они могут быть точки и в трехмерном пространстве, и в четырехмерном, и в двадцатимерном, или это могут быть картинки. Важно, что между точками есть расстояние. И мы говорим очень простое, даем очень простое определение группы, кластер или однородной совокупности. Это вот набор точек, что если мы взяли любую точку здесь или в другом месте, вот мы между ними не найдем зазора. Вот если нет зазора, если мы можем по точкам пройтись, и зазора нет, то это один кластер. А теперь попробуем создать искусственную ситуацию, когда у нас две группы. Ну, как это сделать? Очень просто. Вот берем вот эти две точки, берем сюда. Между этими двумями появился зазор. Или более продвинутые мы вот так отодвигаем, а тут вот делаем тоненькую линию. Тоненькой линией тоже зазор. Это уже другая группа. То есть это вот два кластера, которые соединены перемычкой, но это все равно еще не один кластер. То есть вот понятие «группа однородных объектов» — это вот группа объектов, между которыми нету вот какого-то нарушения вот этой однородности. Это вот определение, которое можно математически записать, и можно его вставить в компьютер, и компьютер будет его применять, находить группа однородных объектов. Одно из приложений задачи кластеризации — это такая задача смешанного обучения. Сейчас все пространство вокруг заполнено информацией. Мы получаем информацию со всех сторон. Эта информация накоплена в гигантское количество, но очень трудно понять, что внутри этой информации. То есть эта информация большей части не размечена. Неизвестно, что эта информация содержит. И вопрос состоит в следующем. Как использовать малую часть размеченных данных, как ее распространить на неразмеченную информацию, на данную, которая неизвестна, что у нее внутри. И вот эта задача кластеризации или сегментации — это очень простой и понятный подход. Мы объединяем данные в группы, и если внутри этой группы имеется один или несколько представителей, про которых есть разметка, есть информация, то эта разметка и эта информация распространяются на все элементы этой группы. И таким образом можно гораздо эффективнее обрабатывать гигантские объемы данных и искать в них нужную и требуемую информацию. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова